всем привет дорогие друзья вы на канале smartwatch канал только о смарт-часах и более ни о чем дорогие друзья значит видосик о том как прошить galaxy вот 6 classic 47 миллиметров вообще подо вот эта инструкция подойдет и для любых шестерок для любых пятерок для любых четверок galaxy watch 4 5 и 6 с трехфайловой прошивкой у меня есть на канале как прошить однофайловой прошивкой вот пожалуйста это как прошить galaxy watch 5 galaxy 4 и galaxy watch 6 с небольшими изменениями тоже можно прошить точно также однофайловой прошивкой здесь же у нас дорогие друзья 3 файловая прошивочка сейчас и мы будем учиться как прошивать ей значит попросил меня это сделать подписчик из канала он же мне дал ссылку на эту по прошивку и я прошивку поискал на этом канале и нашел ли не на этом сайте и прошивочка есть только для этой модели часов а именно она называется эта модель часов smr 960 то бишь galaxy watch 6 классик 47 миллиметров и здесь арабский регион на этой прошивке это саудовская аравия ирак египет и марокко и марокко вообще как бы дело прошивать часики сложное на самом деле нюансиков может быть куча всевозможных о которых я сейчас буду говорить поэтому прежде чем прошивать вообще часы подумайте 355 раз стоит ли это делать потому что все что вы будете делать будет на ваш страх и риск я точно никакой ответственности за это нести не буду потому что вас предупреждают во-первых дорогие друзья надо будет по ссылочке скачать вот эту программу прошивальщик нет один и дальше саму прошивочку как я уже сказал прошивка только для модели galaxy watch 6 classic 47 миллиметров если вас другая модель например это шестые там есть они 930 модель до потом 940 или 950 в вашем случае надо будет возможно lte версии это 935 945 и 955 надо будет прошивки искать именно на эти часики здесь же для белых всего 6 classic 47 миллиметров извините что повторяюсь много по мне постоянно переспрашивают либо не дослушав начинают шить смартфон не своей вернее часы не своей прошивкой и получает кирпичик который потом раскрепить можно только сервисном центре ну и как бы ругаться начинает на меня я не при делах поэтому ребятушки делайте все на свой страх и риск скачайте вот это вот делится и подготавливаем мы с вами часики часики у вас должны быть заряжены однозначно заряжены заряжайте их на сто процентов и не надо сразу же прошивать как только сняли их с батареи с зарядки потому что они горячий нагретый дождитесь когда они маленечко остынут потому что если у вас вдруг перепрошивки часики очень греются и они могут просто экстренно отключиться так как перегреются да и все вы получите однозначный кирпич поэтому очень важно дорогие друзья очень важно сделать так чтобы часики были холодные далее когда они уже остыли заряд у вас не менее до 870 там все не менее 50 нажимаем вот так две кнопочки и держим сейчас я вот так возьмусь все нажимаем и держим держим неважно включены часы выключены и ждем когда появится у нас надпись reboot когда появится надпись reboot верхнюю кнопочку отпускаем нижнюю держим а верхнюю нажимаем несколько раз вот так все раз два обратили внимание все все готово теперь можно отпускать нам с вами дорогие друзья нужно меню сейчас я покажу какое я его продублирую естественно вот это вот менюшечка довлонд верилис вот эту usb это уже сервисном центре если что шьют через специальную док-станцию да а нам надо через вай-фай вот он в меню переключаться просто очень верхнюю кнопочку нажали раз два три четыре дошли до своего пунктика вот так вот дошли нажали и держим пока не отключится экран нажали и держим все экран отключился отпустили ждем когда часики загрузится загрузится значит в режим прошивки но это еще не все надо будет еще пару раз клавиши нажать когда загрузились они вот в такую менюшечку теперь два раза нажимаем верхнюю клавишу раз два все теперь готово у нас сейчас с вами часики раздают точку доступа мы с вами идем вай фай обязательно у вас компьютер должен быть с вай фай моем случае это ноутбук если у вас вдруг вот смотрите видите они появились если у вас вдруг есть автоматическое подключение к интернету другими словами что на какой-то сети отключается интернет он автоматически подключается той сети на которой есть интернет мы с вами что сделаем вот так нажимаем получается правой кнопкой мыши свойства здесь мы с вами что делаем отключаем автоматически آтых автоматическое подключение отключили и вот теперь идем и подключаемся к нашей сети как нашим часикам нажали автоматическое подключение нажали и нажали подключиться все вы уже к интернету не подключены сейчас вы будете подключены к вашим часикам connecting но здесь уже показывает что вроде как подключилась идет подключение дожидаемся когда здесь уже будет написано что подключена конкретно до чтобы нам с вами как говорится в просакты не попасть все без подключения к интернету у нас все с вами подключен что мы с вами делаем дальше запускаем нет один прошивочку нашу тоже вот распаковываем когда мы и разархивировали нас получилось вот таких три файла если однофайловая прошивка то будет один всего файл если вам нужно подключить его то сейчас покажу как это сделать однофайловую допустим прошивку все мы с вами нет один запустили нажимаем bl здесь переходим туда где ваша прошивочка моем случае на рабочем столе и нажимаем bl тут все понятно дальше как прогрузится все прогрузилась нажимаем up и выжим набираем об вот он этот самый большой файл тому поэтому какое-то время он будет прогружаться ждем когда прогрузится об и видите что у нас подключены часики вот у нас есть меточка того что часы подключены если нет вот этой вот голубенькой штучки здесь знать часы не подключены все прогрузилась у нас основная прошивочка и теперь мы нажимаем последнюю это регион открыть все прогрузилась и вот теперь дорогие друзья мы с вами нажимаем старт я этого делать не буду почему потому что у меня стоит мульти прошивка у меня там все регионы которые мне нужны естественно если я сейчас прошью именно вот этот регион то для меня это не будет плюсом потому что арабский регион там есть некоторые ограничения а мне они не нужны поэтому я и говорю вам дорогие друзья что вы будете делать все на свой страх и риск очень категорично вам говорю что у вас должен быть ноутбук надежный чтобы он у вас вдруг не отключился там и тогда ли тому подобное там не перезагрузился все надо предусмотреть дальше как я здесь уже показал чтобы соединение было стабильным и чтобы ваши часики были заряжены и не горячий все потрогали холодненький нажали старт и прошивочка у вас пойдет здесь опция есть такая ребут автоматически поэтому когда они у вас перри прошьются у вас покажется вот такое вот значение здесь все и часики перезагрузится как бы страшно ваденько но если вдруг вам надо прошить то прошивать только вот таким вот образом для того чтобы с этого меню выйти не перепрошиваясь опять нажали две клавиши смотрите ждем когда появится ребут появился ребут и отпускаем все они у вас прогрузится в систему вот так вот ну а вам напоминаю что вы были на канале smartwatch подписывайтесь на канал telegram канальчики в описании видео там же можете задать вопросики получить быстренько ответы здесь вы можете задонатить если вам не жалко хотя бы 50 рублей а то и меньше ничего страшного ну пока